Здарова всем ребят! Как вы знаете, разработчики готовят для нас третью кампанию личных боевых задач под названием «Новые горизонты» и они у себя, скажем так, в дейликах ответов разработчиков достаточно много информации привели о том, какие это будут боевые задачи и у меня уже в голове сложилась некая картина, достаточно оптимистичная но давайте посмотрим с вами вместе эти вопросы, возможно я где-то ошибаюсь и вы мне об этом в комментариях укажете вопрос, будут ли какие-либо ограничения в личных боевых задачах, например, определенный класс нации или уровень техники ответ, ограничений по классам и нациям не будет, единственным ограничением станет только уровень техники задачи будут разделены на следующие группы 6-7 уровень, 8-9 уровень и, внимание, 10-11 уровень то есть будут задачи, которые можно только на мид-левеле выполнять, лоу-левеле ну, для меня 6-й это уже лоу-левел, вот и на хай-левеле, то есть 10-й и даже 11-й уровень можно будет использовать для выполнения боевых задач но для каждой задачи только свой уровень соответственно, боевые задачи можно будет выполнять на любой машине подходящего уровня говорят нам разработчики и это хорошо, потому что, ну, привязка к нации это тоже было в свое время фишкой, заставляющей игроков прокачивать новые ветки вот, а здесь у разработчиков, судя из этого ответа, основная задача это игроков заставить поиграть не только на десятках, да, но и на шестерках как бы это странно ни звучало, ведь основной доход разработчики получают, если вы играете на десятках но для развития проекта все-таки важно, чтобы и средние лоу-левела жили и на них люди катали ну, я свое мнение высказываю, возможно, я ошибаюсь вопрос как получить танк 11-го уровня в рамках новой компании ЛБЗ? это будут дополнительные операции? ну, вообще уже ответ на этот вопрос был, ну ладно ответ для получения танка 11-го уровня необходимо выполнить с отличием все финальные задачи под веток операции суммарно в третьей компании 45 таких задач короче, надо будет всего будет 3 операции ну, отдельных и в каждой операции будет 15 задач, которые нужно будет выполнить с отличием там будет основное условие и с отличием, если вы хотите танк 11-го уровня поняли, да? 45 задач суммарно вопрос, когда будет информация о новом танке 11-го уровня? ответ на данный момент можем сказать, что это будет сверхтяжелый танк 11-го уровня с механикой двух орудий обратите внимание танк появится в игре после выхода обновления 1.32 подробная информация о машине будет позже то есть он даже к релизу ЛБЗ будет не готов имейте это ввиду то есть, выполняя ЛБЗ мы даже не будем знать, что это за танк а может и будем знать но получить его еще будет нельзя вопрос останутся ли предыдущие кампании после ввода новой? странный вопрос если да, то можно будет ли выполнять задачи новой кампании не проходя предыдущие? ответ да первая и вторая кампании останутся в игре и да, можно будет также у вас будет возможность одновременно выполнять задачи всех трех кампаний ну в принципе я бы удивился, если бы это было как-то иначе ведь сейчас у нас можно и боевые задачи выбирать и в первой, и в второй кампании И совершенно спокойно параллельно их выполнять Вопрос, будет ли возможность отслеживать прогресс выполнения задач Как это было для первых двух кампаний Ответ, да, будет Вы также сможете отслеживать прогресс выполнения боевых задач прямо в бою Кстати, наша персональная гордость Потому что модик, который показывал выполнение боевых задач ЛБЗ прямо в бою Появился первым в модпаке про танки Хотя параллельно при этом шло еще куча разработок подобных модиков А потом разработчики увидели, что это хорошо и реализовали это в игре Еще один плюсик в корзину мододелов Вопрос, сколько задач в каждой операции? Всего три операции Три танка, седьмой, девятый, десятый уровень Это я вам от себя говорю, да? На каждый танк по операции Чтобы получить четвертый дополнительный танк 11 уровня Финальные задачи мы уже с вами поняли, да? Надо выполнить с отличием 45 задач нужно выполнить с отличием Сколько задач в каждой операции, спрашивают игроки И разработчики говорят, ответ каждой операции состоит из 75 боевых задач То есть 75 боевых задач в одной операции Умножаем на 3, получаем 225, да? Я же ничего не ошибся 7 на 3, 21 И плюс полтора, да? 225 225 задач, из них 45 надо выполнить с отличием То есть в каждой операции 75 задач Из них 15 с отличием надо выполнить Итого без отличия 60, с отличием 15 75 задач для получения одного танка Вопрос Боевые задачи формировались с учетом Особенности оборудования На понижение штрафов Или повреждения модулей Увеличение количества очков прочности И так далее Ну то есть под современной реальной игры Ответ Да, боевые задачи формировались С учетом всех изменений в игре Вот хотелось бы, чтобы разработчики Пересмотрели как минимум вторую Компанию ЛБЗ А может быть даже и первую С учетом того, что там есть задачи На постановку на каток На оглушение А сейчас с бесконечными ремками и аптечками Это выполнить, на мой взгляд Сложнее, чем было раньше И задачи надо пересматривать Вопрос У задачи будут основные и дополнительные условия Как в прежних компаниях Ну, обычные, чтобы получить продвижение вперед А с отличием, чтобы получить там Какие-то плюшки дополнительные Или же одно условие, но очень сложное Спрашивают игроки Ответ У большей части задач 60-75 будет только одно условие У финальных 15 задач операции Будет как основное, так и дополнительное условие Их выполнение требует усилий Короче Чтобы получить танчик Мы идем с вами по пути Просто Одна задача Выполнили, идем дальше Второй даже не предусмотрено Доходим до финальных 15 задач Там уже две появляются Основная и дополнительная Дополнительную нужно выполнять Для чего? Правильно Чтобы получить потом танк 11 уровня Вопрос Что будет, если я выполню все задачи На танк 11 уровня До того, как он появится в игре? Ну, то, что мы с вами уже обсудили Ответ Вы получите главную награду компании В тот самый момент, когда боевая машина Станет доступна для игроков Более того, мы планируем Дополнительно начислить таким игрокам Особую памятную медаль В качестве поощрения Ну, короче Спидраны по LBZ 3.0 Открываю открытыми Не, объявляю открытыми С 22 января 25-го года Вопрос Какого типа будут задачи? В стиле Задачи на одно выполнение Или же задачи на успешную серию Из N выполнений Как в компании На 279 объект Ответ В компанию Новые Горизонты Входят боевые задачи разного типа На одно выполнение На успешную серию А также накопительные задачи За любое количество боев Короче Накопительные задачи За любое количество боев Это то, что любят Обычные игроки Потому что там Ну, ты просто играешь И она накопительный эффект имеет Типа там 100 фрагов в сумме набить Например, да Ты просто играешь И рано или поздно Ты ее выполнишь Боевые задачи На одно успешное выполнение Это так называемые Задачи на удачу То есть, например Там насветить 10 тысяч Ассиста От балды говорю, да Не в каждом бою Вы светите И в идеале Нужно на ЛТшке Попасть на Прохоровку Вот И тогда у вас есть шанс То есть это задачи на удачу Ну и Задачи на выполнение N Ну, серию, да Там, например За 10 боев Взять 3 мастера Это уже Вот это вот Для статодротов Для Тех, кто Хорошо играет Вот они Такие задачи любят Здесь уже Одной удачей не обойдешься Когда нужно Серию выполнить Хороших результатов Это уже на мастерство Так называемое Это надо уметь играть Вопрос Будут ли бланки Приказов в новой компании Ответ Нет Поскольку в новой компании Не будет ограничений По нациям и классам техники Вопрос Возможно ли появление Дополнительных способов Получения бланков Для текущей компании Например Появление их Во внутриигровом магазине Ответ Нет таких планов Нет А какие Пла А для текущих компаний То есть первый Второй Я понял Типа чтобы упростить Их прохождение На самом деле Там не надо Этих бланков вводить Дайте просто людям Выполнить Эти задачи В условиях Современной игры Они устарели Они там Некоторые На мой взгляд Уже неадекватны Можно ли будет Использовать Накопленные бланки Из других компаний Нет нельзя Но если И в этой компании Бланков не будет Вообще По моему Насколько я помню Бланки из одной Компании В другую Применить нельзя Никогда был Техника За совершенные операции Будет акционной Или премиум Ответ Все четыре танка Будут акционными Ну так всегда и было То есть они Дополнительно На фарм Не имеют Но посадить на них Экипаж Можно из штрафа Дополнение У TF2 Новую арту На фарм Одиннадцатого уровня Одиннадцатого уровня А очень жаль Потому что в этом случае Они бы упростились А те кто хотели Уже их выполнили Кто не могут Они застряли И забили Вот поэтому Мне кажется Все таки Первый второй сезон Забывать Забивать И генерировать Его присутствие В игре Не стоит Там жирные награды И хотелось бы Чтобы их реально Можно было выполнить Спасибо что смотрели Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok